Задача. На отрезке АВ прямой линии необходимо определить точку С, которая будет делить этот отрезок внутренним образом в соотношении 2 к 5, и точку К, которая делит этот отрезок внешним образом в отношении 2 к 5. Что означает внутренним и внешним образом? Внутренним это означает то, что точка С должна находиться вот здесь, где-то здесь, между точками А и В, и получившиеся кусочки должны быть в отношении 2 к 5. А внешним образом должно быть точка К за пределами точки А, и здесь получившийся кусочек должен быть 2 единицы, а отрезок АВ должен составлять 3 единицы. Как это делается? Необходимо помнить, что мы говорим про отрезок АВ, а имеем его проекции. Если мы будем иметь здесь точку, которая будет делить в заданном соотношении отрезок эту проекцию на горизонтальной плоскости, то точка эта, принадлежащая проекции фронтальной, будет делить тоже отрезок в соотношении 2 к 5. И то же самое будет на натуральной величине отрезка. Поэтому мы можем разделить вот этот отрезок в требуемых соотношениях. Для этой цели проведем из точки А здесь прямую под любым углом, в любом положении. Но для удобства я проведу под углом 45 градусов. И в соотношении 2 к 5, то есть проведу 20 мм, потом 50 мм. 20 мм получил точку. И дальше проведу еще из конца, тоже под таким же углом 50 мм. Получил точку. Затем соединю полученную конечную точку. Ну давайте ее обозначим. Вот это будет конечная точка 1 и та точка вот здесь, которая отдельно 20 мм у нас была. Соединю конечную точку с проекцией B1. Затем полученный отрезок параллельно перенесу, скопирую. Поставлю его вот в эту точку. Поставил. Там, где полуотрезок будет пересекать проекцию A1, B1, там будет точка. И эта точка будет C, которая будет делить проекцию в отношении 2 к 5. 2 к 5. Проведу линию связи. Проведу линию связи. Ну надо мне под углом 90 градусов. 90 градусов проведу. Поставлю точку. Вот эта получившаяся точка и будет точка C. Подпишем точку. Точка. Вот здесь C, проекция. Точка C, проекция 2. И точка C, проекция 1. Подписали. Все, задача решена. Теперь переходим к другой задаче. Значит, опять же, построим таким же образом, как мы строили. Сначала отрезок. Из точки B построим его длиной 50 мм. Ну и угол возьмем 155 градусов. 50 мм. Построили. Дальше еще построим из получившейся точки под тем же углом отрезок 20 мм. Теперь обозначим точки в конце отрезка и обозначим в том месте, где у нас было 20 мм. Затем соединим, обратите внимание, вот эту точку, где 50 с А. Затем продлим отрезок А, В. И теперь возьмем вот эту линию, которая получилась, перенесем ее, скопируем. Поставим в точку вот эту, конечную. Затем нам остается эту линию удлинить до пересечения. И в месте пересечения будет точка К, которая будет делить внешним образом наш отрезок в отношении 2,5. Ну и здесь найдем эту точку, соответственно, на фронтальной проекции. Она будет лежать на линии связи. Вот в этом месте. Подпишем. Здесь у нас будет, это будет у нас К, проекция будет К, 1. А в этом месте будет проекция, соответственно, К, 2. Все, задача решена.